так всем доброго времени суток друзья и сегодня я вот снова выбрался на природу блин пока место нашел потому что целая куча народу так и норовят влезть в кадр или как-то помешать мне вести мою съемку очень важно а сегодня у нас будут опять вопросы от наших посетителей пользователей что же они нам там пишут сейчас посмотрим итак первым пишет нам мурад мой рост 178 сантиметров вес 66 килограмм в калькуляторе было написано что мой идеальный вес составляет 74 килограмма что мне лучше взять протеин или белок протеин или белок белок или протеин риторический вопрос безграмотность или осознанность или грамотность или как там у вас ой мурад во-первых протеин это зарубежное слово иностранное и означает она только одно в переводе на наше слово это белок поэтому глупейший вопрос во-первых протеин тебе не особо поможет дело в том что тебя вес небольшой тебе лучше брать и высокобелковый гейнер и желательно еще с креатином можно еще взять кстати пивные пивные дрожжи они тоже помогают наборе массы ну и соответственно конечно же усиленное питание минимум 4000 калорий в сутки и тогда ты будешь достаточно эффективно набирать вес да это будет общая масса не совсем качественная может быть даже с кузом скорее всего но это будет масса а потом когда ты нас достаточно наберешь весу ты можешь построить хороший рельеф потому что если ты вот если люди к примеру начинают вместо того чтобы массу набрать сразу рельеф делают да то они обнаруживают что блин худеют но рельеф нифига не появляется они все равно жирны а это означает что мало мышечной массы так что обязательно нужно сначала набирать а потом худеть ну а в данном случае с мурадом ему набирать просто прописано так что ему подойдет гейнер и креатин это будет самое то для мурада так следующее у нас пишет нам владислав здравствуйте мой вес 58 килограмм хочу набрать мышечную массу купив протеин такой вопрос после прекращения приема протеина но не прекращение тренировок может ли уйти достигнутый результат ух как там тебя владислав ну во первых да дело в том что когда отменяешь пищевые добавки дел происходит откат и нужно обязательно делать пкт гормон заместительную терапию чтобы восстановить свой собственный уровень белка в организме а вообще шучу а то мало ли особо доверчивые там телезрители сейчас начнут негодовать вот на самом деле белок тебе не особо то и поможет достижение твоей цели потому что это не анаболическое средство она никаким принципе анаболическим эффектом не влияет это строительный материал для нашего организма поэтому как и случае с мурадом тебе креатин гейнер прописаны и усиленное питание и так следующий вопрос господа пишет нам денег странное имя зенит наверное какое-то не наш но пишет на украинском гейнер шкедливый для здоровья вин повлияя на потенцию по моему этот вопрос он мне уже когда-то задавал то есть он спрашивает вредный ли гейнер и влиять ли он как-то на потенцию во-первых гейнер это всего лишь углеводы такие же углеводы как макароны сладости хлеб овес пшеница и все остальное это обычные углеводы которые вам втюхивают в три раза даже какой три раза в сто раз дороже чем он стоит на самом деле вы посмотрите сколько мука стоит примеру ну мука это скажем так это тоже можно так сказать гейнер потому что это там очень много углеводов там 67 граммов углеводов на 100 грамм да есть неприятное туда-сюда ну можно хлебушек спекти и будет вам счастье булочки например так далее гейнер никак не вреден на потенцию никак не влияет это обычная пищевая добавка это углеводы и ты же когда ешь хлеб это же тебе не влияет на потенцию правильно так что можешь смело употреблять и не нужно там никого не слушать я так полагаю ты либо кого-то наслушался в интернете либо может быть на тобой просто так ну пошутили и в общем то как особо доверчивый человек повелся так что гейнер ни на что никак не влияет ну он влияет на массу только и дело в том что гейнер это добавка к твоему рациону для того чтобы поднять калорийность твоего питания гейнер употребить очень легко ты всего си намешал там себе 100 грамм его выпить без проблем после обычного приема пищи на то есть очень легко поэтому это дополнительные калории так что гейнер в этом отношении для массы как раз самое то вот такие у нас сегодня были друзья вопросы глупенькие и не их постоянно задают но я стараюсь такие отбирать самые значится смешные самые такие глупые на которые можно посмеяться ну я не знаю не судите строго может быть в этом честно начнете ругаться какой высокомерный и так далее и тому подобное в общем плохой человек редиска людей вы смею и все такое ну главное что у нас есть тема для видео и может быть кому-то это видео будет полезно так что ставим лайки комментируем видео обязательно репостим сетях мне это будет очень полезно подписываемся на канал всем спасибо пока